Девушки отдыхают Баба! Баба! Девушки отдыхают Рекли баба, Адел Это баба, а не худа Это чаренце баба Да А что мы с тобой будем? Vadим бабочкам и все Ну все Бабочка это очень поскорно Что это? что это? мама, я хочу разговаривать это потом положь, потом с Андрой потом, так что еще начнем я, начнем слушай, дай адельце не дай адельце очень это адельце адельце аааа шалаш аделька получила подарок шалаш ты огромный ооооо шаты указывают поставим его не я я тащу на видео какой он красный кто ладибаревник поделай черны черны подарки уже мы все открыли аделька достала вот такой красивый огромный шалаш а эла получила вот такую гитару подарок теперь она сидит и тренируется сейчас мы будем что-то такое перекусывать и отдыхать смотреть сказку, например до главному что та ли делать Аделку? лего морская банка ф bios лего одылка чистит сvet шау хорошо ясно красивый у нее шапито замок это замок это град там не влезешь не него одно окошко не надо а еще второе окошко второе окошко а дверь опа нет там не лезь паднешь адела где же вырослешь так будешь мелко о о а м а у вас у нас красави Мы с Ханкой играем игру под названием Patchwork. Объяснять не буду. Надо заполнить побольше места на карте до тех пор, пока дойдешь до середины вот этого лабиринта. Вместо денег здесь вот такие вот пуговики. И вот эту дорогу надо проехать. И покупаешь за свои пуговицы кусок материала и ставишь сюда. И надо, чем больше ты закроешь пространство, значит ты выигрываешь. Все, коротко и ясно. Итак, мы уже наконец-то дома. В 6 часов вечера, 25 число, Рождество за нами. Я всегда очень хорошо, или как сказать, с энтузиазмом, с интересом, с таким радостным, с эмоциями радостными всегда готовлюсь к Рождеству. И это Рождество было особо веселым. Как говорят, когда чехи друг другу желают приятного Рождества, они говорят, Хески, а веселые ванцы. То есть хороших и веселых, веселого вам Рождества. Веселое в этот раз было очень даже, потому что дети там были, да, племянник, племянница. И Аделка с ними, и чем они старше, наши дети, так это все интереснее и интереснее. С ними есть о чем поговорить, с ними можно поиграть в разные игры. И мы получили, конечно, подарки. Аделка получила, уже она переехала вместе со своим вот этим шалашом, или замком, это замок все-таки. Вместе с замком переехала в домик сюда, и вот мы пока приоткрыли дверцу, и давайте посмотрим, что там делать. Аделка. Она сюда поставила всю свою кухоньку, все, что получила вчера в подарке, все, что у нее было до этого. Это таща. Телефон. А, она получила еще и телефон в подарок. Покажи, как он звенит. Укажешь, отверсти, укажешь. Да, вот такой телефон от Эммы. Племянница дала ей свой телефон, который когда-то играла, и это ее любимая игрушка была. Вот, короче, у Аделки тут все в разгаре. Завирала дверцу. Пока. Так. А мы получили какие-то подарки. Вина. Наш, как сказать, брат моего мужа. Он дома сам делает вина. Домашнее. Из красной смородины и разных других. Все, что у них в огороде бывает, растет в саду. Вот получили такую большую бутылку вина. Сверху написано, что это с красной смородины. Просто красная смородина в вино. Качественное, хорошее домашнее вино, ребята. И еще бутылку вина красной смородины с корицей. Вот, мы будем пить и наслаждаться домашним вином. Я получила вот такой шикарный комплект в сундучке. Сундучок деревянный. Его я потом буду использовать для своей бижутерии. Тут у меня, я так поняла, комплект для ванной по уходу за волосами и телом из оливкового масла. Ну, стандартный комплект какой-то, набор. Там, не знаю, что-то мягкое. Даже мочалка там есть. Вот. А еще мы получили вот такую сумочку. Они написали, Пандора. Сумочка от Пандора. Но они написали, садовая Пандора. Садовая. Мы получили такие баночки. Как мы им дали джемики разные. Свекры, свекрови. А также такой комплект мы давали снохе. Да. Там, ну, разные наши джемы. А они тоже, оказывается, подготовили почти такой же, но более красиво украсили. Названия будут под этим декором. Там, я не знаю, там тоже разные, из красной смородины, там еще что-то. Я название сейчас не могу вам сказать, потому что мне придется открывать все это. А, вот здесь видно, что это бурак. Красная репа или бурак, закрыт, как это называется, заваренный, да, на зиму. На соленый способ. И это здесь очень популярно. И тут вот лечо какое-то. И какая-то большая банка. С чего в этой большой банке? А, да и не выглядит, как тыквенный чатни, тыквенный заваренный, как компот. Тыква, как компот. Очень будет интересно попробовать. Вот. Положим пока обратненько. А мне, я как-то не очень оформила свои баночки. Надо было больше постараться. Ладно. В следующий раз все равно будет у нас что-то тоже интересное. Я буду постараться закрыть опять какие-то красивые джемы. И мы будем дарить опять что-то вроде этого, конечно. Все, девочки, этот влог я закончу. Рождественский влог заканчивается. Месяц до Рождества. Рождество, все, мы уже успели, все сделали. Мы со всем справились. Поздравляю вас. Подготовка к Новому году здесь вообще не проходит. То есть, проходит не как. На Новый год здесь, в новогоднюю ночь, все в основном где-то в пабах, в барах, в господах. Пьют и празднуют. Короче, алкоголем, так скажем. А кто с детьми дома, так с детьми, с семьей дома просто там. То есть, не собирается вся семья. То есть, там не делать, не накрывается стол. Это все мы уже сделали сейчас на Рождество. Все. Елка, конечно, стоять будет еще. Но вот эта наша елка, она живая. И она очень-очень, как сказать, колючая. Ну, свекла сказал, так как он садовник, он очень хорошо разбирается во всем садовом. Он сказал, что максимально неделю можем держать ее в доме. Так что, мы вот недельку подержим. Надо ее поливать регулярно. А потом обязательно надо ее уже на улицу, на фолд, чтобы она не посыпалась у нас. Мы ее пересадим в сад. И на следующий год мы можем потом опять ее высадить в больший горшок. И она нас будет просто радовать опять на следующее Рождество, если выживет в нашем саду, то она может нас праздновать. Вот такие у нас игрушки, я хочу вам показать пока. А вот эту шишку я покупала Аделке стеклянную, когда Аделка празднула свое первое Рождество. То есть, ей было почти годик, почти годик. Потом я покупала ей комплектик, такой случайно, чисто случайно. Я хотела просто купить ей на каждое Рождество какую-нибудь игрушку, чтобы было. Купила такой орешек вместе с таким звоночком. Просто они продавались, конечно, не вместе, я выбрала. Получается, что когда ей было почти два года, то у нее она получила две новые игрушки. А в этом году чисто случайно я ничего специально не задумывала. Я купила наборчик на Рождественской ярмарке. Я купила наборчик вот этих звездочек. Их там было три. Ей будет скоро три. Это ее третье Рождество. И, как сказать, получилось, что на годик, на два и на три по количеству ее возраста, ей лет, я купила такие три звездочки. Одна, тут у меня вторая, и где-то тут третья. Вот, еще здесь третья. Вот такие вот у меня игрушечки висят. Я обожаю рассматривать всегда чужие елки, когда кому-то иду, и у кого-то наряжена елка. Всегда рассматриваю. Эти колокольчики я тоже покупала. Уже как бы у мужа была какая-то коллекция игрушек, еще оставшиеся ему от его родителей и его бабушки, старые игрушки. Но я уже, конечно, что-то и докупала нового. Вот такую кошечку мы получали, такого кота, в прошлое Рождество. И этого кота где-то позапрошлое Рождество. В нашей семье очень все любят кошек. И там та семья, и наша семья, и свекровь. Поэтому получить в подарок стеклянную игрушку елочную в виде кошечки, это классно у нас. Вот такую мухоморку я тоже покупала. Это все из новых, современных игрушек. Есть что-то, конечно, из старых. Вот, например, вот этот домик. Я обожаю домики, обожаю домики. Это старый, это еще с данного детства, наверное. Вот такой вот домик. Обожаю елочные игрушки в виде домиков. Далее здесь есть такой вот Санта-Клаус. Адылка ему говорит Саус. Ну, в смысле, Санта-Клаус, про нее это Саус. В этом году мы получили вот такие еще, дети делали, племяник с племяшкой. Вот такие вот фонарики. Две штучки у нас. Ну, вот эти синенькие коллекции я уже покупала пару лет назад сама. А эти пластмассовые, ой, колется это дерево. Вот эти пластмассовые, шесть штучек в комплекте. Хорошо, что они пластмассовые, хоть Адылка их не разобьет. Но многие, это тоже пластмассовые. Вот, а этот я покупала для Дана, когда мы еще, Адылка еще не было. В коробочке с названием, с именем Даниэла. Вот, так что вроде бы мы посмотрели. А, еще такие звездочки я покупала. Эту и еще такая серебряная здесь есть одна. Повернись-ка. Так. Ну, надо было докупать. А, следующий год Адылке будет четыре года. Но не знаю, что я куплю четыре игрушки, конечно. Это просто так случайно, чисто случайно получилось. Один, два, три. А на следующий год я куплю какую-то красивую костел или домик. Очень много елочных игрушек красивых. Вот именно таких старинного вида, как будто бы, да? Такие домики, костелы, сосни. Я обожаю шишки. Обожаю. Брокколи. А Дан еще племянник выкопал на втором этаже, где раньше Дан жил у себя в доме. Выкопал в его комнате вот такие кубки, которые Дан получал, когда играл. Ну, он был очень активно, спортивно-активный человек. И он получал такие разные кубки за свои хорошие показатели в разных играх. Как настольных, так и мячных, или мячевых, с мячом, короче. Вот такие кубки мы привезли. Взяли все-таки. А то племянник говорит, возьми это твои кубки. Вот мы их и забрали. Все, заканчиваем влог. И до следующего влога он будет визуальный, скорее всего. Всем спасибо за ваше внимание, за просмотры, за лайки, за ваши комментарии. Если хотите, пишите любые вопросы. Я постараюсь на все ответить. И спасибо за то, что вы бываете с нами в наших видео. И пока-пока.